Приветствую вас, я конечно соглашусь с коллегой, но предложил свой вариант, который может показаться вам более приемлемым, он может быть более близким по духу, чем предложенный коллегой. И в реализации заключается следующее. Вы помните, как общались с мужчиной? Ну то есть вы помните, насколько вы были близки, как у вас было общение, как вы общались, какой тон вы выбирали, да? Вы не воспринимали этого человека, как, ну, как вот знаете, знакомого. Вы с ним общались уже как близкие люди. Соответственно, голос был как бы изменен. Соответственно, тон голоса был такой же, вот знаете, как говорят, да? С человеком не чужим. А сейчас прошло время. Прошло время, и вы уже не можете считать его близким к человеку. По крайней мере, пока не можете. И в этой ситуации вам не нужно говорить с ним о том, что было. Вы будьте вежливы. Поддоровайтесь, спросите, как вам дела. Расскажите что-то о себе. Ну так, вкратце, в общих чертах. Не вдавайтесь в подробности. Говорите с ним бежливо, но не радостно, не близко, не проявляйте эмоции. Обязательно дождите спалку в разговорах. То есть, вам необходимо вести себя так, как будто вы разговариваете со знакомым. Таким, знаете, хорошим, таким знакомым. То есть, алло, да, привет, как дела, как у тебя жизнь? Сейчас, знаешь, да, у меня тоже хорошо, я вот тут, 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 тут. И все. А дальше, дальше, установите паузу. То есть, мужчина либо будет вас заговаривать, то есть, либо он, вот, не создаст тишины между вами, вообще. Либо он сразу перейдет к делу. Тут он скажет, вот, прости, у меня там была, получилась такая ситуация, но вы скажете, да, я уже не злюсь. Да, было неприятно, но не злюсь. И все. И таким образом вы покажете, что вы не склочный человек, то есть, вы не будете там претензии подъявлять. Но и былой близости между вами уже не будет, потому что, извините, мужчина, как бы, ну, поступил не очень хорошо. Соответственно, он имеет полное право ждать того, что вы, ну, будете с ним холодно общаться. И эта холодность, в ней нет места негатива. Потому что негатив не приемлемо здесь. Вы сами подтверждаете тот факт, что отчитывать вам его не хочется. Значит, яркого выраженного негатива у вас не будет. Но что произошло? Произошло, что человек ущемил немного ваши интересы. И вы, как человек, защищающий свои интересы, имеете право установить границы. Тех границей, которые были у вас с ним до того, как вы, ну, начали сближение. Вот именно на таких границах надо ходить на дистанцию его удерживая и общайтесь с ним. А вам уже будет видно, как мужчина себя поведет. Поведет просто, вот, ну, знаете как, просто общение будет поддерживать, да? Он будет что-то говорить, что-то спрашивать, там, что-то выяснять. Объезжайте вежливо и мягко. Исходя из того, что вы хотите с нами. Вам нужно извинение его или нет? Вам нужно, чтобы он откровенно вам, как бы, ну, сказать, просил прощения. Или вы просто хотите контакт. Если просто хотите контакт, общайтесь с вами. Если вы мужчине дорогие, он будет вас завоевывать, он будет постараться с вами сблизиться. Он будет пытаться загладить свою вину. И вы увидите, действительно, этот человек, вот, раскаиваться, человек понимает суть того, что он сделал. Ему это неприятно и так далее. Со временем, границы можно вновь убрать, чтобы опять сблизиться. Но это в том случае, если вы захотите. И только постепенно, не с утра. А вначале, браться для зрителя на расстояние. Общайтесь с медленно, на общие темы, не затрагивая ничего личного, ничего из того, что было в прошлом. И там, по ходу дела, будет видно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за оценку его как лучшего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok